Девушки отдыхают Здорово, мужики! О, здорово, Данюх! Ну что, к концу недели управитесь? Управимся! Что? А ты что, за Гришку собралась? А за кого ж что, за тебя что ли? Ну хотя бы из-за меня! Тили-тили-тесто! Жених и невеста! Тили-тили-тесто! Жених и невеста! Здрасте! Здрасте! Привет, Танюха! Когда свадьба-то? Скоро, Игорь! Здрасте, бабка! Ой, Саш, Танечка, что, платье уже пошили? Да нет, этот костюм жениху! А, хорошо! О, привет, Никитичка! Привет, привет! Я в трудах! Да, в трудах! Ой, ой! Привет! Когда под венец Танюха народ заждался! Ой, да как только так сразу, Никитична! Подожди, подожди, подожди! Подожди! Самое главное, чтобы он газовал, а не тормозил! Никитична! Что? Вы лучше бы свои сериалы смотрели! О, в вашей жизни лучше любого сериала! Да? Ага, слушай, Лариса-ка-то в управлении опять против отца шушукается! Надо бы держать ухо в остро! А чем они недовольны? Сами отца позвали, чтоб он их бардак разгребал! Конечно, всем мил не будешь! О, браконьеры опять стреляют, да? Так, где жиры ты? Ты куда одна-то пошла, Татьяна? Здорово, Ваш! Здравствуй, Татьяна Николаевна! Привет, мои хорошие! Татьяна Николаевна! Татьяна Николаевна! Одно слово, Валерий Петрович, Швейцария! Кирюха, а ты сам давно в Швейцарии-то был? Только вчера! В интернете видел! Странно, что я здесь раньше никогда не был! Тут для коттеджного поселка золотое место! Золотое дно, Валерий Петрович! Колхозные ведь земли! Аборигены их зря только топчут! Организуем! Хозяйство тут бедное! Бабки народу не повредят! Раньше тут... Вон там! Хороший молокозолот был! А потом председатель на повышение пошел! Без него все и развалилось! Пробей вопрос! Ты, парень, шустрый! Может, что-нибудь за работы сделаем! Вы что творите-то, а? Вы чего браконьерством тут занимаетесь? Вы что, не знаете, что сейчас не сезон охоты? Во-первых, здравствуйте, прекрасная незнакомка! Будем знакомы! Заместитель председателя колхоза Петрунина! Уж не Николая или дочь? Николая Петровича! Как батюшка? Что значит как? Работает! И где теперь? Где и раньше, председателем! Вернулся, стало быть! Вернулся! Так вы не собираетесь представиться? Малахов Валерий Петрович! Тот самый Малахов? Скорее всего! Вы уж нас простите! За самоуправство! Но мы исключительно от охотничества на обед! Как видите, готовы оплатить штраф! Вы знаете, у вас все так легко получается у хозяев жизни-то! К сожалению, легко получается только похлебка! Да, не зря мне говорили, что у вас для охоты здесь отменные места! Места-то замечательные! Только вы в следующий раз приезжайте, пожалуйста, во время сезона! Ну, в следующий раз с извинениями и цветами! Простите, а как вас зовут? Татьяна, до свидания! Умеете вы, Валерий Петрович, связи заводить? Учись! Топ-менеджер! Думаю, лучше, как с папой, вопросы решить! В общем так, коров забивать я вам не дам! Не позволю! Будем восстанавливать молокозавод! Иначе к колхозу крышка! А на какие шиши его восстанавливать? У нас земля можно продать, сдал Гаймиру! Давайте их к чертовой матери продадим! А с чем останемся? С кукужнымся до мышей! Рабочих мест так раз-два я обчелся! Чудес не бывают! Бывает, Косых! Бывает! Я вам богатейший колхоз оставил! А вы мне одно название! Красота! Интересно, чем вы здесь занимались без меня? Десять лет! Десять лет! Вернулся, как на побилище! В общем так, если вы меня снова в председателе вытащили, так хоть палки в колеса не вставляете! Поломаете палки! К колхозу быть! Заводу быть! Быть! Я под свое имя кредит достану. Надо будет. В Москву поеду. Ну что, свободные! Пап! О, Танька, хорошо, что ты пришла. Ну, как дела с ремонтом клуба? Да все хорошо. Пока идет все по плану. Хорошо. О, дочь! Устала я свет разгребать. Можно полонать мне одному, это надо. Хотя, что жалуюсь? Не надо было оставлять такой колхоз. Вот эти вот. Папа, ты не переживай. Если что, я тебе патроны подавать буду. Хорошо. Пап, ты сегодня, пожалуйста, не задерживайся допоздна на работе. А что такое? Гости к нам придут. Хорошо. Пойдем. Ну, иди, иди. Иди. Ты смотри. Нигде порядка нет. Приходит, когда захочет, уходит, когда захочет. Папенькина дочка. Развели тут семейственность. Да она вообще без выходных пашет, Лариса Игнатьевна. Вы что, не знаете до ночи на работе? Да ладно. Знаем, как она работой занимается ночью. Личную жизнь она свою устраивает, вот что. А ты мала еще. Жизни не знаешь, помалкивай. И вообще на себя посмотри. Ну, никакой солидности на таком-то месте. Ни юбки тебе короткой, ни блузки с вырезом. Ну, я не знаю, очки, что ли, надень. Зачем? Я ж белку в глаз бью. Для солидности деревня. Алло. Правление колхоза Родина. Главный бухгалтер. Здрасте. Так мы вам уже выслали договор. Что, по имейлу? Это что, электронкой, что ли? Хорошо. Для солидности. Здравствуйте. Мне болезнь! Мне болезнь! Здравствуйте. Здравствуйте, папа Горя. Гриш! А, здравствуй, Таня. Здрасте. А ты что здесь встал? Да у меня передний мост заклинил. Он же у тебя вчера заклинил. Вчера заклинил, сегодня чиню. Ты что там телевизор смотришь? Где? Где-где? Под машиной. Какой телевизор? Техника дремучая. Вон, Коля, на пятнадцать летим японцам катается. Здрасте. Здрасте. И хоть бахным. А это что? А ты чего такой серьезный? Я когда работаю, всегда серьезный. Ага. Ты поел? Когда? Ну, я тоже не поел. На ужине наверстаем. Я тебе рубашку и брюки погладила. Переоденься. Ага. Так, руки. Ты придумал, как отцу сказать? А что думать? Мое слово кремень сказал, сделал. Слушай, может, у Бобушева галстук возьмем? У Бобушева галстук гуляшей не надо. Танька. Так, руки. Понял? Женись на тебе. Будешь дома сидеть, борщи готовить, детей кормить, сериалы смотреть. Я вообще в город с тобой уеду. Ну, не могу я здесь. Мне скучно под этим уазиком постоянно валяться. Гриш, ну, со мной не соскучишься. Так, все. Ладно, я побежала. Не забудь переодеться. Здрасте. Куда? Назначил. Попозвольте. Кирилл Викторович. Николай Петрович. С чем пожаловали? Я представляю агрохолдинг «Рассвет». Помощник генерального директора. Места тут у вас хорошие. Места у нас хорошие. Да, я что-то с хозяином говорил. Про ваш колхоз. Был вот, мол, цветущий колхоз. А потом председатель ушел, все и развалилось. А вдруг слышу, вернулся Николай Петрович. Ну, думаю, с таким человеком грех хороший бизнес не сделать. Есть одна тема. Мы думаем, она могла бы стать взаимовыгодным, так сказать, решением наших проблем. У вас тоже проблемы. У всех проблемы. Короче, мы бы хотели прикупить вашей землице. Она у нас вся. Сельскохозяйственного назначения. Вы ее засевать собираетесь? Ну что вы, коттеджики строите. Насчет перевода земель вы не волнуйтесь, у нас все схвачено. Почему вы думаете, что меня это интересует? А ваш интерес мы заложим в стоимость сделки. Кузькин, говоришь? Иди сюда. Сейчас покажу Кузькину мать. Сейчас я тебе покажу. Ты у меня будешь, блядь, землю жжжать. Покажу Кузькину мать. Хозяин жизни. Давай, давай. Правильно? Да. Дай платок. Салфетка. Какая разница? Салфетка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты чего, Вачка? Так это Лариска сказала для солидности. Дура. Не ты, конечно. Заходите. Ты подожди-то со своим цыпленком. Пап, ты чего не в духе? Что-то случилось? Это урод какой-то из агрохолдинга приезжал. Пытался меня откатом соблазнить. Чтоб я ему землю продал. Ну, ты руки-то не распускал? Руки? Когда я руки распускал? Ногу распустил. Ну, где твои гости? А вы... Здравствуйте. О, здорово, когда не шутишь. Привет, Гришенька. Привет. Давай. Раздевайся. Да, ну что ж, ты... Черт. Шапку, извините. Передний мост заклинил. Да ты что? Угу. Ну и что? Менять надо? Да? Угу. Ну и что? Ну так это... А может, тему сменим, а? Что мы как-то лесорубы? Сменим? Давай сменим, как скажешь. Я тут в интернете про шотландских коров читал. Порода Хайланд. Потрясающе что-то. Рога, как у пуйвола. Шерсть, как у овцы. Живучие, как кошки, вообще не болеют. Телется до 20 лет. Это не корова. Это мечта. У Бобышева собака сдохла. Да? Ну и что? Она вроде старенькая была. Старенькая была. А Болька Лилямзина на прошлом деле так покусала, что... Стань пожениться хотим. Молодец! Думал, уже никогда не родишь. Совет да любовь. Да. Вы рады за вас. Да. Завтра к главе района съездишь. Документы на подчиски съешь. В отношении молокозавода. Лично в руки отдашь. У этого секретарша я его знаю. Так у меня это... Передний мост. Гришаня, сядешь в автобус, с народом пообщаешься. Заодно запчасти купишь. Приятного аппетита. Спасибо. Кушай, кушай. Кушай, кушай. И ты ешь. Кушай. 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 Куриш. Кушай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юля, папа у себя с областью разговаривает? Да, нормально. Все нормально, да. Да, хорошо, да. Нормально, нормально. Дочь, что? А, пап, где твой водитель? Что случилось? Ну, у меня опять машина сломалась. Водитель уехал в район. Да, да, следующий, заходите. Алло, да. Да, 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 да. Девушка, вы позволите, я могу взглянуть на вашу машину? Ну, что ты маешься? Поешь лучше. Обед уже заканчивается. То обед ему вправление прям принеси. Свободной минуты нет, а то... Ты не понимаешь, что я здесь отдыхаю? Сколько ж можно объяснять-то? Ну что, Коль, будем нашу девку замуж выдавать? Ой, Васю не вернешь. Уж восемь лет как схоронили. Ну, а как без семьи-то? А Гриша легкий, веселый. Во-во, не мужик, а клоун. А Таньке Орел нужен, а не этот суслик. Ладно, ну что ты. И так, и так уже все судачат. Что, да как, да почему? Ча не в городе живем. Ну, не в городе, ну и что? Ну и что? Ну, поживут, разойдутся. Мы в свое время так не рассуждали. Поживут, разойдутся. Ну, нравится он ей. Все? Ну, что там? Заводите. Хой смертный. Возьмите. Ага. Вот ваш портфельчик. Спасибо. Слушайте, спасибо большое, прям. Дело мастера боится. Ну, дело время потехи час. Да, только месяц сейчас не до потехи. Чтобы мое дело решить, нужна целая вечность. Да? А что у вас случилось? Да я сегодня целый день не могу главу района документы подписать. Лех, ровнее. Давай, 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 ровнее. Ну, ты криво крепишь, я отсюда вижу. Вот это женщина. Руку дай. Таня, коня на ходу остановишь? Как клуб сдам, так сразу. Эх, тебе его мужика настоящего. Тебя, что ли? Ну, давай. О! Можешь, когда хочешь. Ну, как у вас дела? Я отцу позвонила. Слушайте, большое вам спасибо. Он все подписал. Что бы я без вас делал? Ну, и отлично. Давайте я вас подвезу. А вам по дороге? Ну, конечно. Ну, как? Ой, Тань, какая ты красивая. Ты, главное, не забудь на свадьбе-то в мою сторону букетик бросить. Займет она, не промахнусь. Ты не как замуж собралась. Рано тебе еще. Че рано-то? Мне весной 18. Вега, что ли, в девках сидеть? Тань, платье просто загляденье. Прямо фигура у тебя замечательная. Пойду чай поставлю. Ну что, все? Хватит уже. А то меня Гришка заждался. Город ездил, подарок мне, наверное, выбирал. Мам! Я не то хотела сказать. Дурынь-то ты. Я ему говорю. Знай, наш. Я человек прямой. Пацан сказал, пацан сделал. Ой, ой, Григорий. Жаль, что такие люди в селе пропадают. В городе вы далеко пошли бы. Вы так думаете? Конечно. А вы вообще у нас часто бываете? Нет, не часто. Председатель без меня, как без рук. А то у меня тут два билетика есть на завтрашний концерт. Серьезно? Да. На завтрашний концерт? Да. А мне как раз надо завтра в город за запчастями. А, ну вот и прекрасно. Совместим приятное с полезным. Договорились? Да. Отлично. Мама! Мама, а где папа? Он что, не хочет в платье посмотреть? Так он спать пошел. Почему? Так рано? Ну, ты же знаешь, что ему никогда не нравились твои женихи. А Вася ему нравился. Вася? Вася всем нравился. Ну, сколько лет-то прошло? Да в том-то и дело, что он всех меряет по Васе. А мне с мужем жить не ему. Доченька, ну что ты? Ну, не держится на него зла. Он же тебя любит, желает добра тебе. Мам, если он мне добра желает и любит меня, то не надо меня держать за несмышленную девчонку. Спасибо. Гриш! Привет. Привет. Ты чего? Ты чего испугался? Я что, страшная такая? Почему? Красавица? Ты как в город съездил? Все успел? Да. Все, все подписал. Только пришлось полдня в приемной просидеть, пока этот подлец с бумажки не подпишет. Да ты не переживай. Он просто отца не любит, а на тебя отыгрывается. Так я подошел к нему и говорю. Пока не подпишется, никуда не уеду. Так и сказал. А что, пускай знают наших. Только это, завтра опять в город надо будет идти. Запчасти не купил. Ага. А я платье сегодня примеряла. Такое красивое. Да. Мать, а правление далеко? Ты ж меня вчера на сеновал водил. А нынче матерью называешь. Да ладно тебе. Да ладно, ладно было вчера. А сегодня не узнаешь? Да. Да. Николай Петрович. Сам Малахов пожаловал. А кто это? Хозяин агрохолдинга «Рассвет». Что хочет? Ну, не докладывал. В порядке общей очереди. Чего стоишь? Иди. Валерий Петрович. А кофейку не хотите? Спасибо, не хочу. А с коньячком? Коньячок? Дурноват, по-моему. Ой. Ой. Здрасте. 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 Привет, папа Усина. Ага. Извините. Большой начальник? Нет, дочка. Я обед принесла. Ага. Дочка. Здравствуйте. А, здрасте. Извините, не заметила. Пока. До свидания. Следующий. Ну вот. Да быстро. Коров любите? Есть такое дело, люблю. Я тут в Шотландии был. На выставке. Такие роскошные. Сами такие маленькие. Но пушистые. Я присяду? Да, пожалуйста. Спасибо. Хайлов? Точно. Все-то вы знаете. Вы знаете, я просто мечтаю таких завести. Но мечты сбываются. Я на самом деле хотел извиниться за своего помощника. О, не стоит. Мы с ним поговорили. По-свойски. Я когда навел справки о вас, я был просто восхищен. Вы ведь с этим колхозом сотворили что-то невероятное. А потом почему-то согласились на должность главы администрации района. Зачем? Дурак был. Извините. Думал, что я там же смогу что-нибудь такое сделать. Сделать можно только там, где хозяин. Я слышал, у вас проблемы с кормами. Завод стоит. А коров на убой. Вы пускать не хотите. Все вы знаете. Хорошо работаете. Плохо будешь работать. Не заработаешь. Вы знаете, можно и хорошо работать. Себя тоже не слишком заработаешь. Но вот с этим я хотел бы вам помочь. Мы планируем у вас здесь построить новый молокозавод. А взамен будете барские усадьбы строить на нашей земле? Нет. Взамен мы у вас земли купим. Заманчиво. Предложение. Только вы знаете, мы хотим свой завод построить. Если честно, не хочу, чтобы мой колхоз превратился в обслуживающий персонал вашего завода. Понятно. Все мы когда-то такой выбор делаем. Остаться бедными, но гордыми. Только один вариант. Интересно. А какой выбор сделали вы? Остаться гордым и разбогатеть. Это хорошо. Остаться гордым и разбогатеть. Хорошо. Вы знаете, мы народ деревянский, медлительный. Нам нужно остановиться, подумать, посоветоваться. Вы нам свое предложение пришлите. Мы его рассмотрим. Через месячишко дарим ответ. Да, 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 нет. Не обессудьте. Спасибо. Приятно было с вами познакомиться. Взаимно. Надеюсь на скорую встречу. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, здравствуйте. О, здрасте, здрасте. Я слышал, вы тут клуб строите? Ага, достраиваю. Значит, у вас тут исходить некуда. Ну, тогда позвольте вас в ресторан пригласить. Интересно это у вас получается. Про клуб слыхали. А про то, что я замуж выхожу, не слышали? Слышал. Но вы же пока не вышли. Да вы не волнуйтесь, я на самом деле по делу хотел с вами поговорить. Угу. Ну, если по делу, назначайте свидание в конторе. До свидания. Григорий, стоп. Ой. Так, ну все, идемте. Тань. Ау. А ты, Гриша, как любишь? Что значит, как? Ну, я вот читала, когда реально любишь, все время как будто летаешь. Ну, не знаю. Ну, либо погода у меня летная, либо возраст не тот. А я бы влюблялась только в летчиков. А где ты их видела летчиков-то? Они ж пьют, как трактористы. В кино, что ли, видела? Ну, не знаю. Вася вот не пил. А все-таки платье загляденье получилось, да? Да. Жалко, что подвенечное только раз в жизни надевают. Ну, ты замуж можешь сколько хочешь. Ну, не знаю. Мне кажется, что замуж надо один раз и навсегда. Ну, не всем же так везет, как твоим родителям. Мне вот, например, не свезло. Наш папка сбежал от нас, когда Анюшке пять лет было. Сказал, освоится в городе, заберет. Ну, ничего. Мы без него с голоду не померли. Руки, ноги, чай есть. Да у вас вообще руки-то золотые. За свой выбор всегда отвечать приходится. Танюш, если бы все в жизни так просто было. А один человек за двоих не ответчик. Ну, это смотря какой человек. Танюшка. Ну, подожди. Подожди, я влюблюсь. Подожди. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, дорогой! Завтрак готов, давай садись. Садись, садись. Доброе утро, молодые люди. Доброе утро, папуль. Это мой, Гриша. Ну как же, можно забыть твою Гришу. Может, позавтракаешь с нами? О, на работу. Ну что, будь здоров. Зятек. Ты, кушай, кушай. Доброе утро. Доча, вот тебе пелеринка на белые плечи. Ой, мамочка, какая красивая. Пап, ты заходи. Да, да, открыто. Пап, ну... Плохая примета. Гриш, ты чего? Что-то случилось, что ли? Это... Точно, плохая примета. Танюша. Гриш, ты ради ужа, я не нервничаю. Говори. Не получится у нас ничего. Я в город уезжаю. Стоять! Ах ты! Я тебя сейчас устрою в город! Даня, ты в своем уме... Даня, успокойся, Дань! Ты! Ты всякий, ты устраиваешься! Даня, послушай меня, я здесь, Даня, я... Вместе, да? Взрослые люди! Взрослые люди! Даня, я тебя сейчас устрою, взрослые люди! Даня, Даня! Городом заходил, да? Город! Я тебя устрою в город! Даня! На городских потянула, значит. И не на городских! Даня, успокойся! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Коль, пусть Таня сегодня дома побудет. Всю ночь проплакала. Но нельзя в таком виде перед людьми показываться. Я же этого козла насквозь видел. Ну, я же слова поперек не скажешь. Доброе утро! Я на работу. А Таня, позавтракаешь? Спасибо, не хочу. И в кого такая уродилась? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это наш клуб. Через несколько дней закончим. Нравится? Красотища! Я не понял, почему мой зам стены красит? Ой, привет, пап. Привет. Да потому что наших маляров только за смертью посылать. Моя дочь. Ой. Тань, познакомься. Сейчас. Джилета Кирилловна. Наш новый завклуб. Татьяна. В прошлом году Джилета Кирилловна на конкурсе районной художественной самодеятельности заняла первое место. Правильно я говорил? О, а это Петр, наш новый водитель. Петр. Татьяна. Очень приятно. Танюш, я вот только не знаю, а где мы Джилету Кирилловну посели? Так можно в гримерной. Она у нас только отстроенная, отличная. Там отдельная душевая. Хоть звезд принимай. Прекрасно. Ну, замечательно. Прекрасно. Пошел, прошу вас. Николай Петрович. Прошу вас. У меня грандиозный план. А это Муха. Привет, Муха. Ну, а меня куда поселите? Так можно уже в общежитие, пока у нас там комната. Хорошо. Петр. Да. А вы не поможете вещи мне перенести? Петр, давай. Да, конечно. Ночь, пойдем. Пойдем, да. Давай. Иди потихонечку, да. Давай, давай, проходи. Давай, дидочка. О, шире шаг. Петр. Петр, давайте Чайковского. Танец маленьких лебедей, что ли? А вы с юмором. Чайку давайте попьем. А то с утра во рту маковой росинки не было. Да нет, спасибо. Я, наверное, пойду. Мне потому что самому еще надо разобраться. В следующий раз. Открыто. Можно? Да, конечно, проходите. Я пришла, так сказать, посмотреть, как устроились. Отлично. А я вам тут кое-что принесла. Пирожочков. Мама испекла. Ну, и такое. Друшлачок. Лубничку. Спасибо вам большое. Ой, а давайте отметим наш приезд. Татьяна, уговорите Петра остаться. Петр, упрашиваю вас остаться. Ну, если женщина просит. Петр, упрашиваю вас остаться. Мухофон. Тихо. Здорово, шофер. Здорово, коль не шутишь. А ты что, шутки не понимаешь? Я это не понимаю. Я серьезный. Прописаться надо. На новом месте-то. А. Прописаться, говоришь? А чего же вы мне полотенечко на пороге не постелили? А? Так гостей не встречают. Ну, так... Выпей. На работе не пью. Обижаешь. Выпей. Я говорю, не пью на работе. На сельчу. Вот так, да? Что, слабоешь, что ли? Давай! Синеботы! Вставай! Ну, что, братуха? Давай знакомься, что ли? Борис. Петр Глебович. А тебя как? Извини, мужик. У меня артрит. Борю, пошли. Сильпо.